Утро не всегда бывает добрым. Это знают в 21-м доме на строительной улице. В 7 часов жители второго подъезда проснулись не от будильника, а от треска падающего дерева. От удара пострадало 5 автомобилей. Один стоящий у подъезда и 4 на парковке. Главной жертвой стала машина Олега Маховикова. Она приняла на себя удар ствола дерева. Но хотя повреждения оказались достаточно сильными, владелец настроен оптимистично. Главное, что ни один человек не пострадал, а машину можно починить, замечает он. Я думаю, наверное, 1100-1200, может быть, где-то вот так вот. Потому что у меня машина приняла весь удар на себя, остальные пострадали поменьше. А мне, конечно, полностью крышу размолотило, лобовое стекло, заднюю дверь. Ну и вообще множественное повреждение крыши. Со временем он думал застраховать, а не успел. Общий ущерб пока оценить невозможно. Тойоте кроной пробило стекло и помяло багажник, а Укеа погнуло крышу. Это лишь немногие дефекты, заметные сейчас невооруженным глазом. Последствия бедствия могут быть более серьезными. В данном случае они уже на руки акты получили о том, что произошло некое стихийное бедствие. Теперь только в судебном порядке, так как у них страховок нет, указка. Вес дерева работники управляющей компании оценили в полтонны. Жители замечают, что в высоту оно достигало пятого этажа. По оставшемуся пню понятно, ствол изнутри гнил давно. Во дворе есть еще несколько деревьев, вызывающих у видновчан опасения. Жильцы надеются, что ситуация не повторится, и от нежеланных соседей оперативно избавятся специальные службы. Александра Столярова, Александр Логинов, Видное ТВ